148 метров в длину, 14 в высоту. Новый пешеходный мост на станции Брянск-Льговский построили за год. И удалось это сделать благодаря плотной работе областных властей и РЖД. Данная проблема, которая уже назрела давно. Мостовой переход старый был построен еще в 1955 году. И он не соответствовал ни требованиям, ни технике безопасности. И данный вопрос он ставился давно. Администрации области везли переговоры с Московской ездной дороги еще в 2012 году. Но начал строиться он только в прошлом году. И вот за этот год был построен вот этот красавец, мост, который сегодня связывает два живых микрорайона Брянского района. Как я сказал, это действительно знаковое событие. Почему? Потому что данное сооружение, оно сегодня делает нашим жителям комфортнее и доступнее переход через железную дорогу. Потому что через данную железную дорогу, через узел Брянск-Льговский, он является крупным узлом нашей области. Ежегодно проходит более 80 грузовых составов, 18 пассажирских и 26 поездов пригородного сообщения. И, конечно же, то, что сегодня он построен, я хотел бы сегодня сказать огромное слово благодарности и руководству Московской железной дороги, нашему земляку Владимиру Ильичу Молдавиру за его такое вот трепетное, хорошее отношение к нашему региону, к своей малой родине. И, конечно же, заместителю, начальник Московской железной дороги, Павел Магомедовичу Азееву, за то, что он сегодня делает в нашей земле, что он, как я уже сказал, так же трепетно относится и к нашему региону, и конкретно к работникам Московской железной дороги. Задача перед строителями стояла непростая. Старый мост нельзя было реконструировать. С годами конструкция приходила в негодность. Пришлось возводить абсолютно новый объект. Все объекты, которые связаны с нашей железной дорогой, они сложные. Почему? Потому что приходится работать так, чтобы не ограничивать движение поездов, чтобы люди не страдали, чтобы пешеходы переходили. Поэтому все приходилось работать в окна и в таких условиях, как только разрешала нам железная дорога. Новый мост по всем показателям лучше прежнего. Он шире. Все пролетные строения металлические. Установлено хорошее освещение. Из новшеств крытые сходы. Так что мост и от дождя укроют. Огромное спасибо всем, кто принимал участие, строителям, проектировщикам, за то, что мы сегодня имеем такой красавицы Московского моста, который жизнь наших жителей сделает комфортнее и доступнее. Потому что он еще и оборудован современной комфортной средой, где наши люди, которые имеют проблемы, инвалиды, они имеют возможность также пользоваться данным строительством сооружения. Пешеходный мост сдали с опережением на полгода. Изначально срок окончания работ – декабрь 2018. РЖД вложило в строительство более 200 миллионов рублей. Губернатору удалось добиться такого внимания к ЖД-объектам Брянского региона. Мы с вами видим, как развивается город Брянск, как развивается Брянская область. И мы, железнодорожники, стараемся не отставать от тех задач, которые ставит губернатор Брянской области. Несмотря на то, что основные инвестиционные средства компании «Российские железные дороги» направлены на восточный полигон нашей страны, на Москву, но вместе с тем и генеральным директором компании «Российские железные дороги» Олегом Беложеровым и начальником «Московской железной дороги» Владимировичем Молдовером принято было решение о строительстве этого моста. И это только одна из многих строек области. Так, уже в этом году обновленными брянцы увидят вокзалы в Жуковке и Дубровке. К дню железнодорожника в планах открыть отреставрированные станции Выгоничи и Красный Рог. Отремонтируют также станции Суземка и Брасова. Андрей Мамошин, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск.